Не выходи против них с мечом для того, чтобы или до тех пор... В словах Аллаха Пречистанный Возвышен, о, те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и обладающему властью среди вас, содержится указание на упомянутый смысл. Также об этом говорится в хадисе Джарира, когда сподвижники присягнули Посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Тогда он спросил, на что мы тебе присягаем, у Посланника Аллаха? Он ответил, на послушание и повиновение в том, что вам любимо и в том, что вам ненавистно. Не выходи против них с мечом для того, чтобы или до тех пор, пока Аллах не даст тебе облегчение и выход из положения. Не выходи против правителя, слушай его и повинуйся. Не нарушай свою присягу ему, ибо тот, кто совершит подобное, является нововведенцем. Он противоречит джамаату мусульман и вносит среди них разобщенность. Среди ученых нет разногласий в том, что против справедливого правителя запрещено выступать. Что же касается правителя мусульманина, который явно совершает несправедливость и приступает к границе, то большая часть саллифов были на том мнении, что в выходе против них больше вреда, чем в их смещении. Некоторые ученые даже говорили о том, что на деле, после первого поколения, среди мусульман сложилось единогласное мнение в этом вопросе. Когда ученые, да помилует их Аллах, говорят о вопросе выхода против правителя, то имеют в виду правителя мусульманина. Это не относится к иным правителям. Что же касается вопроса выхода против правителя не мусульманина, то это возвращается только к наличию силы. Это подобно тем ситуациям, которые были у многих пророков и их последователей. Таким образом, если мусульмане слабы и не имеют силы, либо по причине малого количества, либо их правитель обладает огромной силой, и если они выступят против него, он разобьет их и уничтожит, то в этом случае выход против правителя не дозволен. И поэтому пророк, саллиллаху, алейхи вассалям и предыдущие пророки в первое время своего призыва не объявляли войну своим народам. Иногда подобная ситуация могла продолжаться довольно-таки долго. И поэтому пророк Нух, алейхи вассалям, призывал свой народ 950 лет, и все это время он не сражался с ними. О причине этого сказано в словах Аллаха, субханаху ва та'аля, но уверовали вместе с ним лишь немногие. То есть количество тех, кто был с Нухом, было очень незначительно. Оно не могло сравниться с количеством тех, кто не уверовал, и они не смогли бы их одолеть. Это подобно положению пророка, саллиллаху, алейхи вассалям, когда он был в Мекке. Когда же у него появилась сила, Аллах, субханаху ва та'аля, повелел ему сражаться. Положение сражения зависит от силы, а не от количества. Ведь иногда даже малое количество людей обладает мощью. Подобное положение было у посланника Аллаха, саллиллаху, алейхи вассалям, в Медине и у сподвижников после его смерти. Их количество в сравнении с многобожниками было малым, однако они обладали силой. И поэтому ученые упоминают в книгах наличие силы, а не многочисленность. Ведь порой бывает так, что сила присутствует у малочисленной группы. И напротив, порой у многочисленной группы присутствует слабость, бессилие и трусость. Такое бывает. И поэтому, если у мусульман есть сила, даже если они малочисленны, то данное положение касается их. И напротив, если в них присутствует слабость, даже если их много, то в этом случае данное положение их не касается. Принимают решения относительно этих вопросов обладатели знания и понимания, и каждый случай рассматривается отдельно. На упомянутой нами также указывают слова автора, да помилует его Аллах, не выходи против правителя, слушай его и повинуйся, и не нарушай присягу. Слова «не нарушай присягу» указывают на то, что подразумевается правитель мусульманин, так как присяга не бывает никому, кроме мусульманина. Данный контекст прямо указывает на это. Если правитель приказал тебе то, что является ослушанием Аллаха, то не подчиняйся ему в этом. Но при этом ты не должен выходить против него, и это также не дает тебе права не отдавать ему его право. Это потому, что Аллах, субханаху ата'аля, приказал присягать Амиру с условием послушания и повиновения. Пророк, саляллаху алейхи вассалям, поставил условия для присяги, будучи тем, кому присягают. А он, как известно, непогрешимый. Так что же говорить о других? И поэтому не разрешается давать присягу на подчинение кому бы то ни было во всем, без условия, что оно будет в том, что не является ослушанием Аллаха. Следует говорить, будем слушаться и повиноваться в том, что любимо и ненавистно, в тяжести и легкости, в горе и благополучии, во всем, кроме ослушания Аллаха. Упоминается это ограничение, во всем, кроме ослушания Аллаха. И это заповедовал пророк, саляллаху алейхи вассалям. Он был правителем этой общины, и он господин сынов Адама. Он также был аль-Маасум, защищенным от больших грехов и ошибок в донесении шариата. Он знал, что те, кто будут после него, являются лучшими людьми в этой общине, а именно Абу Бакр, Умар, Усман и Али, радаиллаху анхум. Все это указывает на то, что этот договор относится ко всей общине, во все времена. Автор сказал, если правитель приказал тебе то, что является ослушанием Аллаха, то ты ни в коем случае не должен подчиняться ему. Это явно понимается из слов Аллаха в аяте, то есть повиновение правителю ограничено повиновением посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И поэтому Аллах, субханаху ва та'аля, сказал, о те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим властью среди вас. Всевышний не упомянул приказ повиноваться правителю отдельно, однако он связал повиновение правителю с повиновением посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Повинуйтесь посланнику и обладающим властью среди вас. Приказ повиноваться Аллаху упомянут отдельно. Приказ повиноваться посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, также упомянут отдельно. Что же касается повиновения правителю, то оно упомянуто вместе с повиновением посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, поистине повиноваться следует в одобряемом. В другом хадисе сказано, нет подчинения творениям во слушании Творца. Запрещается повиноваться в том, что является греховным. Однако следует слушаться и повиноваться в одобряемом. Если же правитель приказывает совершить ослушание и заставляет это сделать, то ему нельзя повиноваться, кроме как, если в этом будет большой вред человеку. Например, если человека заставляют совершить какой-нибудь порочный поступок, угрожая при этом убийством. В данном случае это относится к аль-икра, принуждение. Или если человека будут заставлять сделать куфр, угрожая убийством. Исключением в этом является ученый, который остался единственным на истине. Это потому, что если ему было бы дозволено сдаться из-за принуждения, то в этом случае изменилась бы религия. А сохранение религии обладает большим приоритетом, чем сохранение жизни. А что если ученого принуждают сказать то, что противоречит истине, но при этом есть другие обладатели знания, которые могут сказать ее? То есть он не один, кто знает истину из ученых. Дозволено ли ему в этом случае сдаться? По единогласному мнению, более предпочтительным для него является проявление терпения. Однако у него есть рухса, послабление, для того, чтобы сдаться. Но это в том случае, если он не один, кто стоит за истиной из ученых. Если взгляды людей не устремлены к его слову. Это подобно смуте о сотворении Корана. Если бы имам Ахмад, да помилует его Аллах, сдался, каковым было бы положение уммы? Мнение о сотворении Корана было бы единственным мнением на сегодняшний день. Но Аллах, субханаху ва тааля, защищает свою религию посредством своих избранных рабов, подобных имаму Ахмаду, да помилует его Аллах. И поэтому мы говорим, что если ученый оказался в положении, когда от его слов зависит положение уммы, то он не может позволить себе взять послабление, и ему нет оправдания. Он обязан терпеть, даже если будет убит. Если говорить о вопросе терпения, то положение его разнится от человека к человеку. Так, если человек является обычным мусульманином, и на его мнение никто не обращает особого внимания, то очевидно, что он может воспользоваться послаблением, и на нем лежит меньшая ответственность, нежели та, которая лежит на ученом. Автор говорит, но при этом ты не должен выходить против него, и это также не позволяет тебе не выполнять его права. То есть, тебе не разрешается выходить против него по причине того греха, который он тебе повелел совершить. Ученые, да помилует их Аллах, запрещают выходить против нечестивого правителя, или того, кто приказывает совершать ослушание, по той причине, что когда люди желают устранить тот грех, сделать который он им повелевает, из-за этого случается большее зло, чем данный грех. Причиной этому служит величие вреда и зла, которое происходит из-за выхода против правителей. Здесь необходимо сделать важное примечание, что множество людей из числа требующих знаний и проповедников зачастую используют аяты и хадисы об обязательности послушания и повиновения мусульманину правителю как доказательство на обязанность повиновения кяфиру. Нет сомнения, что это является искажением слов и значений Корана. Я даже слышал, как один из них, упоминая правителя христианина, говорил «слушайся его и повинуйся». Нет сомнения, что это является заблуждением. И поэтому мы говорим, что все эти тексты касаются правителя мусульманина. Что же касается неверного, то в его случае людей необходимо призывать к проявлению терпения. Не нужно говорить им «не выходи из подчинения ему» или «слушайся и повинуйся». Однако следует призывать к терпению. Относительно человека, живущего под властью неверного правителя, мы скажем, что, во-первых, на нем нет присяги ему. И в этом нет разногласий среди ученых. Что же касается послушания и повиновения, то здесь два варианта. Первый – это повиновение в делах, благодаря которым улучшается положение людей в обществе. В таких делах обязательно повиноваться. Сюда относятся общие законы, административные, дорожные, правила движения, правила поведения в зданиях, на улицах, рынках и так далее. Почему люди должны соблюдать эти законы? Потому что от этого зависит благополучие людей. И здесь нет разницы, является ли правитель христианином или кем-либо другим. Это подчинение не ради самого правителя, а ради благополучия людей. Второе положение – это когда послушание и повиновение происходит из-за интересов самого правителя и его власти, а также ради укрепления его позиции. В этом случае правителю нет повиновения. Если же его станут принуждать, то это возвращается к вышеупомянутым видам. Отстранение от фитны во время смуты является давней сунной и ее обязательно выполнять. Если же ты будешь испытан, то предпочти пожертвовать жизнью и имуществом ради сохранения религии. Автор говорит, отстранение во время фитны является давней сунной. Фитна – это сомнительные явления, в которых правду трудно отличить от лжи. Если истина ясна и понятна человеку, то это явление не является для него фитной. Порой одно и то же событие может быть фитной для одного человека и не быть таковой для другого. Ведь люди отличаются друг от друга в знаниях. Чем больше человек имеет знаний и чем лучше разбирается в откровении, тем яснее он видит истину, и тем меньше он подвержен фитне. И поэтому знающему человеку не вредят смуты, и он разбирается в них лучше кого бы то ни было. От Хузейфа ибнульямана, да буди довольным Аллах, передается, что он сказал. Тебе не навредят смуты, пока ты знаешь свою религию. То есть, когда люди будут погружаться в фитну, ты будешь понимать, что происходит вокруг. Ты будешь видеть правильный путь и видеть, где скрывается истина. И поэтому положение людей во время фитны разнится. Среди них есть простые мусульмане, которые не различают истину от лжи. И большинство людей относятся именно к этой категории. Они считаются простыми мусульманами, даже если умеют читать, писать, и имеют какие-то незначительные знания. Человек может уметь читать и писать, но при этом считаться аммий, то есть простым мусульманином. Существует разница между аммий и уммий. Аммий – это простой человек, простолюдин, а уммий – неграмотный, который не умеет читать и писать. Аммий – это простолюдин, который невежественен по отношению к шариату. Он может быть врачом, инженером или ученым в какой-либо науке, но при этом оставаться невежественным относительно шариата. В то же время он не является уммий, то есть безграмотным. Многие люди путают эти два понятия и считают, что раз они умеют читать и писать, то они не являются аммиями. Мы скажем, даже если ты умеешь читать и писать на разных языках, даже если ты являешься ученым в своей науке, до тех пор, пока ты остаешься невежественным в шариате, ты являешься аммий. И поэтому в Муснаде приводится хадис, основа которого есть в Сахихе, со слов Абдуллах ибн Амра, что Пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Что ты будешь делать, если окажешься среди людей, которые нарушают свои договора о их положении таково?» Затем он сплел свои пальцы. Сподвижник сказал, «О посланник Аллаха, что же ты прикажешь мне делать в этой ситуации?» Он сказал, «Тебе следует заняться собой и оставить аль-авам», то есть оставить тех, кто не знает и не понимает шариат. И большинство людей являются именно таковыми. Обычные люди в период смут отличаются от знающих. Знающие люди могут отличить истину от лжи, и поэтому они обязаны разъяснять ее людям, даже если им придется пойти в места, где есть фитна. И поэтому, когда Пророк, саляллаху алейхи вассалям, был отправлен в качестве посланника, «Разве Мекка не была землей фитны?» Да, там присутствовали все виды смут, в том числе и худшая из них, а это куфр. Но вместе с тем Пророк, саляллаху алейхи вассалям, не отстранился. Он вступил в нее для того, чтобы разъяснить истину и устранить сомнения людей, которые погрузились в эту фитну и перестали различать истину и ложь. Но если истина ясна человеку, и он способен отличить ее от лжи, однако не может противостоять ей, то в этом случае мы скажем, что более предпочтительным для него является отдалиться от фитны. И поэтому в Сахихе приводится хадис от Абу Саида аль-Худри, что Пророк, саляллаху алейхи вассалям, сказал, «Скоро настанет такое время, когда лучшим имуществом человека станут овцы, с которыми он будет скитаться по горным вершинам, убегая тем самым от смут и защищая свою религию». Это обязательно. Если человек говорит, «Я способен отличить истину от лжи, но не могу противостоять заблуждениям, ко мне никто не прислушивается, и я не могу ничего исправить», в этом случае мы скажем ему, «Отдались тогда от фитны». Ученый, в свою очередь, во время фитны, в которое он знает истину, может впасть в смуту сокрытия истины, если он отдалится от этой фитны в то время, как люди слушают его. А это хуже для него, чем то искушение, которое грозило ему, если бы он находился среди них. И поэтому порой ученый погружается в фитну и разъясняет людям истину, и это влияет на его религию. Но при этом та польза, которую он приносит людям, больше первой. Ведь никто не может быть в полной безопасности от того, что в процессе объяснения людям истины и раскрытия лжи, религия человека может ослабнуть. Однако это ослабление не сравнится с тем, какой ущерб могла понести его религия, если бы он покинул общину во время смуты. Это потому, что у него есть свет, который он скрыл от людей, и эта смута более велика, чем первая. Фитны бывают разных видов, большие и малые. Общие фитны, касающиеся всех, и частные, касающиеся конкретных людей. Также в шариате есть указания на то, что произойдут смуты после пророка, саляллаху алейхи васалям. Ученые разделили эти смуты на четыре вида. Фитна туляхляс, фитна туддухайма, фитна туссарра и фитна даджаля. Фитна, в которой человек отстраняется, и это как раз та фитна, о которой говорит автор, что отстранение во время нее является давней сунной. Эта фитна называется аль-ахляс. В ней человек, который не может никак повлиять на смуту, остается сидеть у себя дома, отстраняясь от фитны. Фитна аддухайма – это смута, которая коснется всех людей. Они будут пребывать в неясности из-за этой смуты. Однако более подробный разговор на эту тему займет много времени. «Если же ты будешь испытан, то предпочти пожертвовать жизнью и имуществом ради сохранения религии, не помогая распространению смуты ни делом, ни словом. Придержи свой язык, руки и прихоти. Аллах поможет в этом». Автор сказал, «Если ты будешь испытан, то предпочти пожертвовать жизнью и имуществом ради сохранения своей религии». Это потому, что сохранение религии Аллаха важнее, чем сохранение всего остального. И поэтому Аллах узаконил пожертвование имущества на пути Аллаха для сохранения религии Аллаха. И Он также узаконил принесение человеком в жертву своей жизни ради сохранения религии Аллаха. То есть Всевышний сделал жертвование имуществом и душой средством к осуществлению данной цели. Среди людских душ нет более чистых и благородных, чем души пророков. Но при этом Аллах предопределил так, чтобы пророки жертвовали своими душами ради сохранения религии Аллаха. Среди пророков были те, кто был убит на этом пути, как, например, пророк Яхья, Закария и другие. Все это происходило ради установления и сохранения религии Аллаха, субханаху ва та'аля. И раз пророки Аллаха жертвовали своими душами, то что говорить об обычных людях? И поэтому в Сахихе приводится, что пророк, салли Аллаху алейхи ва салям, сказал, «Я бы хотел сражаться на пути Аллаха и быть убитым. Затем я бы хотел, чтобы меня оживили, и чтобы я снова был убит. Затем снова оживили, и чтобы я снова был убит. Затем еще раз оживили, и чтобы я снова был убит на пути Аллаха». Как известно, пророк, салли Аллаху алейхи ва салям, обладал самой чистой, благородной душой. Но тем не менее он считал, что жертвование своей жизнью на пути Аллаха является правильным, даже будучи пророком. Воздерживайся от такфира тех, кто читает молитву в сторону Иблы. Не выноси им такфир по причине грехов. Автор говорит, не помогай распространению смуты ни делом, ни словом. Придержи свой язык, руки и желания. А Аллах поможет в этом. Это потому, что люди во времена смут склонны к тому, чтобы погружаться в них. Они следят за положением дел, за мнениями конкретных личностей, джамаатов и так далее. Однако для человека обязательно в такое время, чтобы он сдерживал свой язык, руки и прихоти. Что имеется в виду под прихотями? Имеется в виду желание, партийность, слепая приверженность к какой-либо группе, джамаату или личностям. Ведь поистине община никогда не заблудится, пока в ее ряды не проникнет тот, кто к ней не относится, либо не войдет в нее то, что ее не касается. Поэтому требующий знания во времена фитны и частных происшествий должен избегать смут, особенно на начальном уровне, даже если он знает истину. Почему? Потому что вне зависимости от того, поднимет он свою голову или нет, о нем никто не узнает. Поэтому он должен заботиться о себе и хранить свою религию, пока данная фитна не пройдет мимо него. В этом случае он сохранит свою религию в безопасности и воспользуется своим временем посредством полезных дел, слов и знаний, которые впоследствии принесут ему пользу. Некоторые студенты спрашивают «В какие вопросы мне можно погружаться во время смут? Разве не задаются подобные вопросы? Да, их можно услышать довольно-таки часто. Но есть одно правило. Отстраняйся от любого события и любой смуты, на которую ты никак не повлияешь и которая не влияет на тебя. Которая не влияет на тебя? То есть, если ты предстанешь перед ней лицом к лицу. Или же если он предстал перед ней, однако не может повлиять на нее своим словом, если станет разговаривать. В то же время она может повлиять на него, если он будет к ней стремиться и возвеличивать ее. В этом случае ему следует отстраниться и не погружаться в нее. И поэтому на что уходит большая часть времени у молодежи? На погружение в различные новости. Мы живем в такое время, когда новости сжигают нашу жизнь. Посмотрите, сколько молодых людей потратили годы жизни на обсуждение новостей. Мы живем во времена смуты. Однако в наше время положение усугубляет один отличительный фактор, которого не было в прошлом. В наше время ты можешь узнать все, что происходит в мире. Эти новости сами придут к тебе. В свою очередь, ты нуждаешься в том, чтобы прослушать их. Изучить, узнать различные мнения относительно них. А также обсудить все это с людьми. Каждый день что-то происходит. В прошлом все было иначе. Например, если происходило какое-нибудь событие в Индии, то люди в других странах не слышали о нем, кроме как после того, как все уже заканчивалось. То есть они слышали эти новости только тогда, когда все уже налаживалось, и люди переставали принимать участие в этих событиях. Люди просто запоминали эти новости как исторические факты, не более. Возможно, кто-то скажет, в уме происходит множество событий. Разве я не должен интересоваться ими? Мы скажем ему, тебе достаточно знать лишь заголовки этих новостей, не погружайся в подробности. Почему ты не должен погружаться в них? Потому что, как мы упоминали ранее, ты не можешь повлиять на эти события, если предстанешь перед ними. Но при этом они могут повлиять на тебя, если ты выступишь. Они повлияют на твою религиозность, на тебя самого и так далее. Также, если смотреть с точки зрения того, есть ли ему польза от погружения в эти события. Если в этом нет никакой пользы, то ему лучше отстраниться. Если он узнал, что с каким-то народом из числа мусульман случилась беда или что-то подобное, то мы спросим, можешь ли ты повлиять на эти события? Он скажет, нет, я никак не могу повлиять на это. У него нет большого авторитета, чтобы к его слову прислушивались. У него нет материальных возможностей, чтобы помочь им. И он не является аналитиком, обладающим влиятельным мнением. Мы скажем ему, ознакомься с проблемой в общих чертах, делай дуаза мусульман и отстранись от фитны. Ведь ты ничего не можешь с этим сделать. Если человек начнет занимать себя всеми событиями и следить за их подробностями, то он потратит на это всю свою жизнь. И поэтому в последние годы можно обнаружить серьезную слабость у требующих знания. Причиной этому является то, что они стали наиболее сведущими относительно происходящих событий и новостей, и в то же время наиболее невежественными относительно знаний. Новости прошлого года отличаются от новостей этого. Новости следующего года будут отличаться от сегодняшних. Требующий знаний превратился в хранилище исторических событий и происшествий. В следующем году люди не будут сидеть с тобой для того, чтобы спросить о новостях прошлого года. Почему? Потому что все уже закончилось. Точно так же и в следующем году они будут нуждаться в новостях нового года. Но если ты приобретешь знания, то люди будут нуждаться в тебе всегда. Да. Именно этим ты принесешь пользу. Если он увидит, что уже стал большим и влиятельным человеком в уме, тогда он может принимать участие в событиях и влиять на них. Следует ли ему погружаться в них полностью? Мы скажем, чтобы он погружался по степени того, как сильно он может повлиять на события. Человек не должен обольщаться и поднимать высоко свою голову, считая, что все люди на Востоке и на Западе прислушиваются к его мнению, а затем погружаться в те или иные события, которые также могут занять всю его жизнь. И поэтому мы говорим, одно из самых великих вещей, которые сжигают время человека – это обсуждение новостей. Что касается поднятия человеком головы, а также того, что он должен сдерживать свои руки, язык и желания во время смут, то мы скажем, что если это не принесет ему пользы, то оно навредит ему. Порой это вредит людям, которые занимаются исправлением общества, наставлением их на прямой путь. К ним приходят различные невежественные люди и мешают, когда они желают исправить положение общества. Я встречал множество молодых людей, которые погружались в различные события и происшествия. Но проходило немного времени, как они начинали сожалеть об этом. Я часто встречал подобные вещи. До меня даже дошло, что некоторые молодые люди не прислушивались к советам. Я оставлял их на некоторое время, чтобы они исправились по причине их упрямства. Так, по прошествии года, двух или трех, они сами начинали меняться. Этот человек потратил годы своей жизни из-за событий, в которых он не мог ни на что повлиять и чем-то помочь. Даже если он стал бы разговаривать об этом со всеми. Если спросить этого человека, прислушивается ли к твоему слову кто-нибудь, он ответит нет. Даже те, кто живет с ним в одном доме, не прислушиваются к его слову. Тогда зачем ты погружаешься в эти вещи? Ты должен требовать знания, укрепляться посредством них, обучаться. Это то, что остается вместе с человеком. Если бы требующие знания сегодня заботились о знаниях и вопросах религий так же, как они заботятся о новостях, то среди нас появились бы имамы, подобные Абу Хатиму, Абу Зур'а и Ибн Маину. Ты видишь, что они знают, где произошло такое-то событие, кто в нем участвовал и так далее. Они знают мнение людей относительно этого события с востока и запада. Затем, когда все заканчивается, он обнаруживает, что потратил часть своей жизни и забил голову информацией, от которой он не извлек никакой пользы.